Послание 44. Человек, что имеешь? Блажен народ, чей правитель одухотворен Богом, Благодарит Бога, славит Бога. Народ его будет Бога почитать, А мудрого и доброго правителя любить. Царь Давид пел, играя на арфе, Благослови душе моя Господа, Всякое дыхание дохвалит Господа, И, созерцая величие Божие, говорил о себе, Аж же есть мчервь, а не человек. За это народ Давидов почитал Бога и любил Давида. В древние времена римские кесари принуждали народ обожествлять себя, Ибо народ не знал о едином истинном Боге, А своих безумных кесарей не почитал как богов И не любил как людей. Так ведется истори, когда надменные и самолюбивые люди Требуют, чтобы им воздавались божеские почести, Им отказывают и в человеческих. И когда эти надутые мыльные пузыри лопаются, То становятся посмешищем для народа. Когда же на землю явился истинный Бог в человеческом образе, Он ходил и служил всем со смирением. Он не воссел на престол и не требовал, Чтобы люди падали пред Ним ниц и целовали Его обувь, Но сам склонялся и поднимал расслабленных, Распрямлял скорченных, воскрешал умерших, Освобождал овцу из терния, Поднимал монету из пыли, Омывал ноги своим рабам. Потому вся Вселенная склоняется пред Ним С благоговением и любовью. Что думаете вы о Европе? Африка и Азия называют европейцев белыми демонами. Следовательно, Европу можно было бы назвать белая демония. Белая — за цвет кожи, А демония — за черноту души, Ибо Европа отреклась от единого истинного Бога И заняла престол и позицию римских кесарей. И так же, как римские кесаря перед падением Рима Объявили всем народам, Что позволяют им поклоняться своим богам, Как они привыкли, Так и Европа. Будет вера терпима, Но при условии, Что ее будут почитать, Как верховное божество. А под именем Европы Или ее культуры Это не так важно. Так, братья мои, И в наши дни сатанинский Рим Стал оборотнем. Тот Рим, который огнем и мечом Преследовал христиан И преграждал путь Христу в Европу. Но болезнь белой демонии Оказалась тяжелее болезни языческого Рима, Ибо если он был одержим одним бесом, То белую демонию терзают семь бесов, Худших того первого. Вот вам новый языческий Рим, Вот вам новое Мученичество христиан. Будьте готовы К мученичеству за Христа От рук белой демонии. Неоязыческая Европа Не вознесет хвалы Ни одному божеству, Кроме самой себя. Она восхваляет только себя, Свой интеллект, Своё богатство, Свою силу. Вот-вот лопнет этот надутый мыльный пузырь На смех Африки и Азии. Созрел гнайник и вот-вот прорвется И наполнит смрадом всю Вселенную. Вот вам современная Европа, Белая демония. Европа живёт в заколдованном кругу Научных открытий. Всякого, кто сделает новое открытие, Провозглашают гением. Тот, кто изучает чужие открытия, Провозглашается доктором наук. Европейские открытия многочисленны, Можно сказать, бесчисленны, Но ни одно из них Не делает человека лучше, Порядочнее, светлее. За последние тысячелетия Европа не выступила Ни с одним духовным, Нравственным открытием. Все они материальны. Европейские открытия Привели человечество на край гибели, Привели к глубокому повреждению, Погрузили в духовный мрак, Которого не знала история христианства. Ибо все свои открытия Европа направила против Христа. По собственному леску даумию, Позломали умыслу иудеев, Мы не знаем. Когда был изобретен телескоп Для изучения далеких звезд, Европейские ученые Использовали его Во вред Христовой Евангелию. Когда был изобретен микроскоп, Он опять-таки Послужил для насмешки над Господом. Когда были изобретены Железная дорога, паровозы, Телеграф и телефон, Он сам воздух содрогнулся От европейского Самопревозношения пред Богом И Христом его. Когда же люди изобрели машины Для подводного плавания, Для воздушных полетов, Для общения на большом расстоянии, Тогда Христос Показался Европе Таким же ненужным и устаревшим, Как египетские мумии. Однако все свои достижения В последние двадцать лет Европа потребила На самоубийственные мировые войны, Преступления, ненависть, Разрушения, ложь, насилие, Поругание национальных святынь И святых традиций, На пропаганду разврата И безбожия во всем мире. Но никого, кроме самой себя, Не обманула Европа. Нехристианские народы Увидели, что такое Европа, Что она насаждает, Чего добивается, И назвали ее Белой демонией. Послушай, что говорит царь Давид. Одни хвалятся конями, Другие колесницами, А мы именем Господа Бога своего. Первые почивают на ложе Обманчивой славы, А мы восклонимся и поднимемся. Апостол Павел Еще громче взывает, Что ты имеешь, Чего бы не получил, А если получил, Что хвалишься, Как будто не получил. Знай, что все твои открытия Были сделаны по щедрости Божией, Перед очами Божиями, И научись скромности И благочестию. Аминь.